Самый насущный вопрос – строительство нового жилья. Разрешительные документы на седьмой дом микрорайона Трелисник выданы. Сейчас ведутся монтажные работы. Одна из самых скандальных новостроек последних лет – комфортный дом на Волочаевской. С 2018 года ГАСК в судебном порядке пытался добиться демонтажа дома. В феврале 2020-го прочность бетоноконструкции составляла всего 60%. Видимо, год спустя ситуация кардинально изменилась. По комфортному дому Волочаевской, ГАСК, у нас разрешительные документы все выдали. И по вводу в эксплуатацию были подписаны документы. На сегодняшний день авторский технодзор подписали. И данный дом будет вводиться в эксплуатацию. Пользуясь затяжным карантином, многие карагандинцы затеяли в квартирах ремонт. Чиновники предупреждают – реконструкция в панельных домах запрещена, а значит, убрать несущую стену не получится. «Далее в кирпичных домах реконструкция возможна, если есть разрешительные документы на это. Это выходит проект согласованный, АПЗ, если выдавалось архитектурное планирование или решение на реконструкцию». Перепланировка не возбраняется. Однако нередко случается, что изменения в квартире произошли, а документально план остался прежним. «Если вы купили квартиру и уже в нем были совершены или сделана перепланировка, вам необходимо заказать проект о перепланировке, далее заполнить акт ввода и сдать на акт ввода через ЦОН на регистрацию. Уходит в течение трех дней, вам зарегистрируют данные изменения, если это не реконструкция. Реконструкция – это когда вы затрагиваете несущие и ограждающие стены». Узаконить мансарду практически невозможно. Обязательное условие – согласие 100% жителей дома. А чтобы достроить балкон на последнем этаже, придется получить одобрение автора проекта. По всем вопросам карагандинцы могут обратиться в офис Open Караганда.